Отборческая студия позитивного мышления «Сила и позитивные мысли» Татьяна Салмановна Мактун в Сайфиде. Книга Джозефа Мерфи из моей библиотеки «Как найти душевную гармонию и счастье». Давайте посмотрим по оглавлению. И кое-что, такое, что-то интересное, прочитаю. «Великая тайна веков». Строительство 50, то есть еще есть под главу. Я всю эту книгу не читала, я ее просматривала, она была у меня, в Америке упала, в азоне с доставкой. В мой дом в Америке, так что, великая тайна веков. Многие люди верят в черную магию или колдовство. Они считают, что на их жизнь могут оказать влияние некие потусторонние силы, и поэтому они сами делают себя несчастными. Вера в потусторонние силы является ложной, но она способна принести несчастье, болезнь или даже смерть тому, кто в это верит. Внушения со стороны других людей не имеют никакой силы, чтобы создать то, что они внушают. Вся сила находится в вашей собственной мысли. Не потому, что это ваша мысль, а потому, что это мысль вообще. Мышление – одно из свойств Духа, а Дух – это присутствие в вас Бога, пишет Джозеф Мерфи. Это движение вашей собственной созидательной мысли. В вас есть сила, чтобы полностью отвергнуть любые негативные внушения и мысленно соединиться со всемогущим, который пребывает в вас. И тогда вы настроитесь на одну тональность бесконечную. Чтобы вести полноценную счастливую жизнь, вы должны пробудиться к величайшей из всех истин. Её называют «Великой тайной веков». Мы читаем о ней из-за второзакония «Слушай, Израиль! Господь, Бог наш!» Господь един есть. Слово «Слушай» означает «понимание», а Израиль – это просвещенный, духовно пробудившийся человек, который знает, что Я Есим – это божественное присутствие в нас. Человек, который осознаёт божественное присутствие и способен настроиться на него, понимает, что это всемогущая сила. Слово «Господь» означает «господствующая сила», «высшая сила». Есть только одна сила – сила Бога. Выражение «Бог наш» означает «наш руководитель», «бесконечная сила», «бесконечное присутствие», «Единый Господь». Это и есть самая великая из всех истин. Наличие силы, проявляющейся как единство, гармония, красота, любовь и мир, как принцип жизни в вас. Это 51-я страница. Во многих церквях маленьким детям, которые ещё очень впечатлительно рассказывают о Боге, карающем за грехи, а также о дьяволе, который только и ждёт момента, чтобы их искусить. Детей страшают тем, что если они будут плохо себя вести, то попадут в ад и будут терпеть вечные муки. Детский разум мыслит только зрительными образами, а воображение активное и ярко их формирует. И вот, слушая эти рассказни, малыш воображает Бога-стариком, сидящим на небесах на золотом троне, окружённым ангелами, а где-то внизу, среди адского пламени, властвует дьявол. Учить детей сказкам, основанным на подобного рода заблуждениям, значит создавать психологию страха и ожидания загробного судилища. Это может разрушить всю их дальнейшую жизнь. Рай и ад существуют только в нашем разуме. Каждый из нас создаёт собственный рай и собственный ад, соответственно тому, о чём мы думаем, какие картины рисуем в своём воображении, какими эмоциями всё это обликаем, во что верим. Ад – это старинное английское слово, означающее ограниченность неволю, а рай означает спокойствие разума. Смотрите, рай означает спокойствие разума. Ну вот так вот, Джонет Мерфи вот так вот пишет в книжке, как найти душевную гармонию счастья. Смотрите, думать не о плохом, а концентрироваться, у него, знаете, вот много, да, концентрироваться на гармонии, красоте, любви, мире. Смысл слов Отец наш, сущий на небесах, в том, что Бог – это бесконечный разум, в котором мы пребываем. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, глава седьмая. Две жизни, которые вы проживаете. Вы живёте одновременно в двух мирах. В каком-то смысле вы живёте две жизни. Одну во внешнем мире, объективной реальности, которую вы воспринимаете с помощью своих органов чувств. И другую в субъективном мире чувств и образов, создаваемых вашим разумом. У меня просто здесь подчёркнуто, знаете, вот здесь подчёркнуто. Я уже это читала, в общем, подчёркнула. Отрывки прочитаю, потому что книга большая. Мудрость – это нескопление информации. Если вы обладаете мудростью, то подобно истинному поэту или музыканту. Усядетесь поудобнее в тихом уголке и будете внимать тому внутреннему движению, которое приносит вдохновение свыше. И всемогущий обязательно миспошлёт вам вдохновение, и вы сможете подарить людям восхитительные звуки, которые услышат своим духовным ухом. А, смотрите, и вы сможете подарить людям восхитительные звуки, которые услышали своим духовным ухом. О, как! Давайте ещё раз-то я ещё раз-то прочитаем это. «Если вы обладаете мудростью, то подобно истинному поэту». Смотрите, как он пишет. На самом деле здесь очень много, знаете, на самом деле, это, конечно, мы ищем жемчужину. Знаете, вы истите жемчужины мудрости, книжки, конечно, большие. И, конечно, у меня вот раньше я прочитывала и подчёркивала такую основную, а здесь вот иногда вот так вот. В общем, здесь, конечно, так вот, если уже прочитано, подчёркнуто, да, знаете, такие вот, сразу, знаете, продлижался там основное, главное. Так что вот. Ну, хорошо, давайте. Прочитаю это я ещё раз. Если вы обладаете мудростью, вы подобно истинному поэту или музыканту. Усядетесь поудобнее в тихом уголке и будете внимать тому внутреннему движению, которое приносит вдохновение свыше. И всемогущий обязательно ниспошлёт вам вдохновение, и вы сможете подарить людям восхитительные звуки, которые услышали своим духовным ухом. Вот как красиво написано. Если во всём, что вы чувствуете, о чём думаете, что рисуете в своём воображении и о чём говорите, если господствует местоимение «я», то вы не можете изменить свою эмоциональную жизнь. Не забывайте, что в вашем разуме могут возникать разные мысли. Ваше сердце может волновать разные чувства. И если вы начнёте ко всем негативным мыслям прибавлять местоимение «я», то тем самым будете отождествлять себя с ними, и уже не сможете от них избавиться. Но в ваших силах отказаться от этого. Вы ведь сделали своей привычкой избегать луж и грязи, когда идёте по улице. Точно так же постарайтесь не ходить по грязным тропинкам своего разума, где вас подстерегают страх, злоба, враждебность и недоброжелательность. Не слушайте негативные замечания. Не ходите туда, где вам могут испортить настроение, и не позволяйте носителям плохого настроения приближаться к вам. О чём, кстати, и говорит в своих этих роликах на Ютубе, пишет в методике Светлана Светлана Ермакова, что она живёт уже 30 лет без плохого настроения и не позволяет другим портить себе настроение. Научитесь внутренне отождествлять себя от тех негативных чувств, с которыми идут изменения. Поймите, что ваше настоящее Я – ничто иное, как бесконечный дух. Начните отождествлять себя с его образами, качествами и способностями, и тогда изменится вся ваша жизнь. Никто не сможет вас потревожить, ведь всё зависит от вашей собственной мысли. Вы можете… Секрет заключается в преобразовании негативных эмоциональных начал вашего характера в процессы самоанализа. Быть наблюдателем и уметь наблюдать за собой – это две разные вещи. Когда люди говорят, что они наблюдательные, то под этим подразумевают, что они умеют сосредоточить внимание на внешних явлениях и предметах. А под самонаблюдением подразумевается способность заглянуть внутрь себя. Вы можете потратить всю свою жизнь на то, чтобы изучать атомы, звёзды, анатомию человека, то есть атрибуты внешнего мира, лежащего за пределами вашего разума. Но эти знания не смогут изменить ваш внутренний мир. Для того, чтобы изменить то, что у вас внутри, то, что у вас в сердце, вам нужно научиться искусству самонаблюдения. Как интересно! Искусство самонаблюдения. Так, хорошо. Другая книга – «Магия экстрасенсорного восприятия». Есть такие подглавы. Подглавы тоже Джордж Мерфи. Смотрите, 120-я страница. Познакомьтесь с самой мощной силой во Вселенной. Мысль – это самая мощная сила во Вселенной. Ваше слово – это выраженная мысль. Если вы находитесь у власти, ваша мысль – это ваше слово определяет, как именно будут использованы ракеты, ядерная энергия, взрывчатка или термоядерное оружие. Но по вашему желанию включается электричество. Тоже ваша мысль управляет и вашей жизнью. Ваше подсознание может уподобиться айсбергу. 90% его скрыто под водой. Ваше подсознание можно уподобить айсбергу. 90% его скрыто под водой. Именно подсознание выполняет приказы сознания. То, о чем вы думаете сознательно, в результате произведете с помощью бессознательного. Мысль – это активная движущая сила. Хорошо. Страница 115. Как предвидеть для себя чудесную жизнь? Никто на свете не может точно предсказать, что с вами случится, если ваши мысли основаны на универсальных принципах. Только Божественную разум знает, что делать и как это сделать. Он отвечает на привычный для вас образ мышления. Поэтому вы постоянно предсказываете свое собственное будущее. Когда ваши мысли духовные, благородные, возвышенные и богоподобные, вам становится очевидной, ошибочной боязнь неизвестного и вера в зло. Поскольку вы думаете научно, вашим пророчеством для вас станет гармония, здоровье, мир и все блаженство жизни. Вы хозяин своей судьбы, капитан, направляющий свою душу. Научитесь идти по земле с непреклонной, неподлежащей сомнением, непоколебимой уверенностью в том, что нет ничего слишком хорошего для того, чтобы быть правдой. И нет ничего слишком прекрасного, чтобы продлиться долго. Ибо доброта, щедрость, гармония и слава Бога все те же ныне и пресно и во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok